МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер на канале Перемь на РБК новости. В ближайшие 10 минут самая актуальная деловая информация. Меня зовут Максим Самаров. В начале выпуска коротко о главном. Большинство визовых центров стран Европы приостановят прием документов на шенгенские визы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губахинский метафракс вошел в 20-ку крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И главы регионов страны готовы радикально бороться с тунеядством. В ближайшие дни большинство визовых центров стран Европы приостановят прием документов на шенгенские визы. Связано это с переходом на новые правила оформления документов для получения виз. Со следующей недели большинство визовых центров Перми также временно перестанут принимать документы на получение шенгенской визы. Перерыв в работе связан с техническим переоснащением центров и консульств. Для получения визы теперь понадобится пройти обязательную дактилоскопию. Соответственно, в этот период ими не будут приниматься заявления для обработки. Заявители, ранее подавшие заявление, смогут в это время получить готовые паспорта с решением консульства. Переходный период будет с 4 сентября по 14 сентября. В этот период сотрудниками консульских отделов будет протестирована и введена действие системы ВИЗ, ВИЗа Information System, позволяющая дипломатическим учреждениям собирать отпечатки пальцев заявителей и обмениваться информацией между собой. По словам официальных представителей дипломатических учреждений, введение процедуры дактилоскопии должно облегчить получение новых виз для россиян. Как полагают эксперты, отменять процедуру в будущем не планируют, так как сдача отпечатков пальцев уже длительное время требуется для подачи заявления в некоторые посольства. Например, для того, чтобы получить визу Великобританию или США, пермики вынуждены ездить в Екатеринбург или Москву. Страны, требующие отпечатки пальцев заявителей, как правило, выдают визы на достаточно длительный срок. Практика показывает, что сразу же после введения отпечатков пальцев наблюдается спад туристического потока. К примеру, в Казахстане он достиг уже 40%. Для подачи документов необходимо будет пройти предварительную запись. И пермики должны быть готовы к тому, что возможны определенные задержки. С 9 по 14 сентября нельзя будет подать документы для получения визы в Испанию, Грецию и Италию. Визовые центры этих стран будут работать только на выдачу документов. С 4 сентября приостановят деятельность визовые центры Австрии и Латвии, с 9 – Норвегии и Швеции. В штатном режиме будут работать консульства Нидерландов, Польши, Португалии, Словакии, Финляндии, Франции и Швейцарии. С 14 сентября оборудование для дактилоскопии в Перми будет установлено в официальном региональном визовом центре, который обслуживает 13 стран Шенгенской зоны. Наталья Попова, Иван Варанчихин, Перемь на РБК. Эксперты фиксируют падение цен на недвижимость. По их мнению, сейчас самое время покупать квартиру тем, кто не собирается вкладываться в недвижимость, а имеет для этого прямую потребность. Специалисты фиксируют всплеск интереса к покупке жилья и у пермяков. Правда, интерес этот избирательный. Мал спрос на вторичном рынке. Наибольшим спросом пользуются квартиры в новостройках. При этом даже рассматриваются покупки в отдаленных районах, чего ранее не наблюдалось. Возможно, сказалось и то, что в последнее время в регионе практически не было зафиксировано случаев обмана дольщиков. Хотя осторожность необходимо проявлять и сегодня, как при обращении к флагманам строительного рынка, так и к мелким компаниям. У крупных застройщиков, даже первой категории надежности, не буду называть компанией, которые де-факто получают разрешение на строительство, то есть готовят все необходимые документы для ввода в эксплуатацию, за неделю до того, как дом задается. То есть не получают разрешение на строительство, через неделю получают отход в эксплуатацию. То есть вот так у нас строят крупные застройщики. Не все, правда, но строят. Поэтому злоупотребляют, в том числе и крупные компании. Поэтому не надо 100% быть уверенным в имени застройщика, что он именно конкретно этот объект достроит до конца. Риски есть. Риэлторы отмечают, что перестал смущать покупателей и срок сдачи жилых домов. Раньше люди отказывались приобретать квартиры, сдачи которых нужно было ждать больше года. Сейчас покупают новостройки, которые будут пущены в срок только в 2017 году. В первом полугодии в Прикамье было сдано в эксплуатацию 8 тысяч квартир. Индивидуальными застройщиками было возведено более половины всего жилья. Между тем, темпы роста жилищного строительства в Прикамье продолжают снижаться. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они упали в два раза. Но, тем не менее, рост есть. И он составил почти 20%. Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа в январе-июле текущего года составила 36 367 рублей. Андрей Вылежнев, Михаил Турбовский, Пельмная РБК. Компания «Метафракс» благодаря значительному росту экспорта в 2014 году вошла в двадцатку крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири. В рейтинге 100 крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири по итогам 2014 года, опубликованным деловым журналом «Эксперт Урал», компания «Метафракс» заняла 13-ю строчку, поднявшись на 5 пунктов вверх по сравнению с 2013 годом. За год объем экспорта компаний вырос на 37%, составив более 300 миллионов долларов. Вместе с тем увеличилось и число стран импортеров до 50. В числе основных – Австрия, Финляндия, Германия, Украина. Значительный рост экспорта в прошлом году позволил компании закрепиться в двадцатке наиболее динамичных компаний рейтинга. Вместе с «Метафраксом» в топ-100 крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири также вошли крупнейшие промышленные предприятия региона – «Уралкалий», «Минеральные удобрения», «Мотовельхинские заводы», «Соликамскбумпром». Как отмечают эксперты рейтинга, в целом объем экспортной выручки компаний, зарегистрированных в десяти областях Урала-Западно-Сибирского региона, в 2014 году упал почти на 30%. Более того, официальная статистика Федеральной таможенной службы выглядит удручающе и напоминает 2009 год. Однако эксперты не спешат считать этот провал кризисным, так как, согласно итогам, количественные поставки по большинству экспортируемых товаров остались стабильными, а по некоторым товарным направлениям наблюдается существенный прирост. Единственный сектор, оказавшийся в прошлом году в олсайдерах, – это углеводороды и продукты их переработки. Но и здесь, говорят эксперты, нет причин для паники, поскольку бывший холдинг ТНК БП, долго возглавлявший рейтинг, вошел в состав Роснефти, и регистрация его товарных и денежных потоков изменилась. В то же время существует мнение, что эпоха нефти угасает, и загадывать на будущее становится все сложнее. Ассоциация городов по Волжье проанализировала основные показатели социально-экономического развития. В список вошли 24 города Приволжского и Южного федеральных округов. Итоги подводились за 2014 год. Согласно данным исследования, Пермь оказалась не на плохом счету. При ранжировании учитывалось более десятка показателей. По наибольшему количеству лучших значений Пермь, наряду с Сухой, Казанью, Нижним Новгородом и Самарой, оказалась в лидерах. Так столица края впереди всех по самому высокому показателю среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям. По обороту общественного питания на душу населения. По обороту розничной торговли на душу населения. По росту инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в сопоставимых ценах. А также по темпу роста отрасли строительства и по объему промышленного производства на душу населения. Пермский край примет участие в микропереписи населения страны. Жителям региона стоит быть готовыми, что и к ним могут обратиться переписчики с вопросами. С 1 по 30 октября Федеральная служба государственной статистики будет проводить выборочные статистические наблюдения социально-демографическое обследование. Оно должно помочь получить данные о современном социально-демографическом положении населения, актуализировать уже действующие и разработать необходимые программы развития нашего общества и оказания помощи незащищенным слоям населения. В ходе обследования планируется опросить почти 2,5 миллиона человек, отобранных выборочным методом во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в Прикамье. Переписчик, если вы станете участником мероприятия, задаст вам вопросы о возрасте и поле, национальной принадлежности, состоянии в браке, уровне образования, составе домохозяйства, источниках средств к существованию, экономической активности, гражданстве и владении языками, о репродуктивных планах и условиях, при которых они могут быть реализованы. Общение с переписчиком займет не более 15 минут. Переписчик заполнит электронный опросный лист исключительно с ваших слов. Вам не нужно будет предъявлять свой паспорт или другие документы. Узнать работника Росстата можно будет по удостоверению, фирменному портфелю и браслету. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Возрождающий наказание за тунеядство был разработан депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга Андреем Анохиным. Губернаторы Севастополя, Республик Тыва, Адыгея, Мариэл полностью одобряют действующую редакцию документа. Некоторые регионы предлагают учесть отдельные замечания, например, расширить категорию лиц, на которых закон о тунеядстве не будет распространяться, предусмотреть переходный период и организовать широкое обсуждение с научным сообществом. Здесь палка двух концов. Во-первых, у нас нет столько рабочих мест, во-вторых, чисто рабочие места есть, но люди, имеющие высшее образование, не пойнут на заводы. Около 17 миллионов россиян не платят налоги в небюджетные фонды и, соответственно, НДФЛ. То есть, по сути дела, страдает бюджет наш. Федеральное министерство настаивает, что наказание за тунеядство противоречит как действующей конституции страны, так и международным актам. Большинство регионов, не поддержавших законопроект, придерживаются такого же мнения. К примеру, губернатор Прикамья Виктор Басаргин, несмотря на то, что он разделяет оценку остроты проблемы снижения авторитета человека труда в современных условиях, считает, что наказание за тунеядство вызовет ухудшение международного имиджа нашей страны как демократического государства. Проблема теневой занятости в России сегодня очень актуальна, однако ее решение требует более глубокой проработки. И это была вся информация на сегодня. С вами был Максим Самаров. Оставайтесь на РБК. Всего вам доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова